Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия продемонстрировала новые образцы вооружений на выставке «Армия-2022». Открывшийся военный форум «Армия-2022» продемонстрировал возможности российских передовых систем вооружений и показал, что участие человека в боевых действиях будет снижаться, а основная нагрузка ляжет на плечи роботов. Собственно, в сфере авиации такой переход мы уже наблюдаем за счет все более активного использования беспилотников, возможности которых с каждой новой моделью расширяются. На выставке «Армия-2022» российский ВПК явил миру военного робота М-81, который способен участвовать в сухопутном бою. Помимо него журналистам показали новый беспилотный армейский грузовик, а также беспилотный вертолет. Еще одной перспективной новинкой стала российско-белорусская беспилотная вертолетная система БАС-750. Новинку презентовал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов. Система состоит из двух беспилотных вертолетов, имеющих взлетную массу в 750 кг. Наземные станции управления и станции обеспечения полетов. Система для беспилотных вертолетов мобильная и автономна. Вертолеты могут выполнять боевые задания в воздухе в течение шести часов. По словам Сергея Чемизова, система может быть дооснащена при необходимости еще двумя вертолетами. Также на выставке внимание журналистов привлек боевой квадрокоптер комбинированного типа, способный работать в самолетном и вертолетном режиме. Основная функция нового российского квадрокоптера заключается в аэрофотосъемке местности, определении координации или. Квадрокоптер также выполняет функции ретранслятора связи. При необходимости комбинированный дрон может нести боевую нагрузку в виде небольших боеприпасов суммарным весом в 25 кг. Аппарат может базироваться как на аэродромах, так и на палубах корабли ВМФ России. Максимальная скорость полета боевого дрона составляет 140 км в час. Дальность полета превышает 1500 км, а время полета без подзарядки составляет до 15 часов. Российский комбинированный дрон способен составить серьезную конкуренцию лучшим китайским моделям и в области гражданского использования для осуществления профессиональной видеосъемки с высоты птичьего полета. До настоящего времени китайские дроны удерживали лидерство по объему продаж за счет качественного исполнения и доступной цены. Российские дроны, произведенные концерном калашников, ни в чем не будут уступать именитым китайским аналогам. Отмечу, что всего в рамках форума «Армия-2022» российские предприятия представят свыше 1000 новых образцов военной техники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова